Неужели кто-то хочет сказать, что Аллах Субхануа Та'аля сохранил свою книгу через заблудших людей? Это не более чем обман, это не более чем пускание пыли в глаза людей. Не нужно, товарищи, изобретять велосипед. Велосипед давно изобретен. Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний Аллах, Аззава Джалла, сказал Держитесь все, заверив Аллаха, вместе, и не разделяйтесь. Однако, несмотря на это веление Всевышнего Аллаха, всегда, во все времена, среди людей происходили разногласия. И на это указал сам посланник Аллаха, который сказал И втаракат اليевуду على 71 фирка. Иудеи разделились на 71 группу. Кулуха винар илла вахида. Ивсианя качутся вагния кроме одной. Втаракат النасвара على 72 фирка. Христиане разделились на 72 группы. Кулуха винар илла вахида. Ивсианя качутся вагния кроме одной. Говорит далее посланник Аллаха, салли Аллаху, али ивсианя качутся вагния кроме одной. Однако, сами слова пророка, салли Аллаху, али ивсианя качутся вагния кроме того, что разделится его умма, то есть умма пророка Мухаммара, салли Аллаху, али ивсианя качутся вагния кроме того, что эти люди не являются кафирами. Это первое. Разногласия, если они носят мировоззренческий характер, то есть если они несовместимы с единобожием, это уже выход из ислама. Если же отклонения носят характер второстепенных вопросов, то в таком случае идет появление заблуждения в определенной группе, но при этом они не выходят из ислама. И есть разные версии этого хадиса, когда пророка спросили, салли Аллаху, али ивсианя качутся, когда его спросили, а кто же они? Вот это одна группа. В одной версии говорится о том, что он сказал, что это джамаат. То есть, именно опираясь на эти слова, мы видим, что испокон веков наши предки, когда собирались, даже в отдельных ауллах, в отдельных районах, называли джамаатами. То есть, это все было взято именно из того, что сказал посланник Аллаха, салли Аллаху, али ивсиалам, что на истине будет только джамаат. В другой версии говорится о том, что это те, которые будут, то есть те люди, которые спасутся, та самая группа, те, которые будут соблюдать, будут на том, на чем нахожусь я и мои сподвижники. Есть версии, в которой говорится о том, что ас-саваду а'дам, это большинство. Касаемо вот этой версии, ас-саваду а'дам, передается в муссаде имама Ахмада и в сунне Ибн Маджа, хадис, который имама суют и шел достоверным, в котором говорится, что посланник Аллаха, салли Аллаху, али ивсиалам, сказал, что истинно моя община, то есть моя ума не объединится на заблуждение им. И когда же вы увидите разногласия, то держитесь большинства. Имама Альбунави, шархина, аль-джами Уссагир, имама Суюты, который приводит этот халис и считает его достоверным, говорит о том, что ас-саваду а'дам имеется в виду большинство мусульман. Большинство мусульман, которые следуют за большинством тех имамов, которые жили в первые поколения и после первых поколений. То есть мы знаем, что в хадисе пророка, салли Аллаху, али ивсиалам, говорится о том, что лучшая эпоха является его эпоха и люди ей в его эпохе. То есть, хайру л-куруни карнии, сумма л-лядиняя лунахум, сумма л-лядиняя лунахум. То есть, самая лучшая эпоха и самый лучший хайрун нас, карнии, говорит он. Самые лучшие люди эпохи, это его эпоха, то есть эпоха сахабов. Затем сумма л-лядиняя лунахум, затем которые последуют за ними. Это называется ал-куруна саласа ал-муфаддала. То есть, три избранные поколения. Слово карни, мы и ранее давали объяснение этому слову, что большинство ученых говорит о том, что под словом карни имеется в виду аль-джиль, то есть поколение. Другие небольшая группа ученых сказала о том, что имеется в виду временный отрезок, то есть столетие, век. И те, кто жили в первые три столетия, до того, как появились существенные разногласия, хотя они уже появились и в первом поколении не так сильно, далее вот эти разногласия, появление различных сект увеличивало как бы разрыв между мусульманами и сектантами, то есть между теми, кто отклонился от прямого пути. И по этому поводу Ибн-Наджим сказал о том, что усолу л-хаваситта, основ страстей шесть, аль-джабру вал-кадру вал-рафзу вал-хурوجу вал-ташбиху вал-та'атил. Это аль-джабру фатализм вал-кадру кадаризм, вал-рафзу рафидизм вал-хурوجу хариджизм. Ват-ташбиху упадаблине, ташбих, упадаблине творца творения, вал-та'атилу и опустошили. То есть отрицание всех имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'аля. Таким образом, из хадиса пророка, салли Аллаху, о том, что его умма разделится на 73 группы, становится понятно, что это уже произошло. И мусульмане разделились. И это разделение было, как и в первые столетия, и оно продолжалось на протяжении всех веков. И каждый раз, когда мусульмане предостерегали от различного рода отклонений, вот они предостерегали от основных заблуждений вот тех, кого упомянул имену Наджим, имеется в виду это аль-джабр, джабарити. Аль-джабрия — это фаталисты, те, которые говорят, что у человека нет никакого выбора, что человек как бы, это как некая игрушка, в которой заводная, как заложили механизм, и он по программе действует. И валь-кадру — кадаризм, то есть кадарити — те, которые отрицают кадар, предопределение — это шестой столб имана, веры. Далее идут рафидиты, потом идут те, которые проклинают сахабов, те, которые отрицают очевидно известные вещи в религии и так далее. И хариджиты, которые были известны своими отклонениями в такфире мусульман, обвинили мусульман в неверии и дозволении пролития их крови и в других отклонениях. Ташбих и уподобленцы, из которого более емкое название, из которого уже выделялись явные муджасима, которые уподобляли творца творением, и те, которые появились, это джахмиты, которые появились уже в конце первого, начале второго столетия. То есть, точнее, даже еще начиная с Джаады ибн Дирхама, который появился, родился в 1946 году по хиджри, который был казнен в 105 году, и эти идеи от него перенял Джаады ибн Сафан, который родился в 1978 году по хиджри, умер в 128, если я не ошибаюсь, он тоже был казнен. Однако, сегодня этих групп джахмитов не существует. Да, возможно, отдельные проявления убеждений джахмитов имеются, то для того, чтобы понять, существуют ли такие сегульные сектанты, то есть, являются ли нынешние мусульманы, ахли сунного жамааа, которых обвиняют другие сектанты из числа мушабиха и муджасима в джахмизме, являются ли таковыми, для этого необходимо знать, чем, допустим, выделялся Джахмит ибн Сафан. Допустим, имам Абдул-Хасан Аляшари в книге «Макаратюль-Исламийин» указывает отдельной головой то, чем выделился Джахмит ибн Сафан. К примеру, он сказал, что вера — это то, что в душе, все. Что человек, если в душе познал Всевышнего, то он не должен, даже не обязан произносить оба свидетельства, то есть, шахаду, то есть, «Ашхаду Аллах иллах иллах, ашхаду Аллах и Мухаммаду Расулу Аллах». Далее он сказал о том, что рай и ад исчезнут, о том, что у человека нет выбора, вот то, что идея джабаритов, джабрия. Потом он первым заявил о том, что Ураан сотворен, и так далее, и так далее. Начал отрицать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. В противовесе ему в это же время современником Джахмит ибн Сафана был другой человек по имени Мукатир ибн Сулейман. Мукатир ибн Сулейман, который проявил чрезмерность в утверждении отдельных атрибутов Аллаха, то есть, приписывая Аллаху то, что не подобает Аллаху. Эти здания он перенял от иудеевых христиан и включил их в свои труды. И по этому поводу имам Абу Ханифа, который был современником этих двух человек, то есть Джахмит ибн Сафана и Мукатир ибн Сулеймана, они были современниками. И тогда он сказал о том, что К нам с Харасана, точнее, меня на Машрик, то есть Машрика с востока, имеется в виду, с Харасана, пришло две мерзкие идеи. Это Джахмит и Мукатир и Мушаби. То есть идеи Джахмит ибн Сафана Муаттиля, опустошающего сифаты Аллаха, и Мукатир ибн Сулеймана, который уподоблял творца творению. Ученые сошлись на том, что Мукатир ибн Сулейман был явным муджасимом. То есть это отдельная тема. Я хочу лишь сказать, что те, которые сегодня перенимают идеи того же Мукатир ибн Сулеймана, пытаясь его оправдать, говорят, что он якобы был хорошим ученым и так далее. Они скрывают, не упоминают о том, что ученые явно сказали о том, что у него были идеи тачсима. Все те, которые сегодня распространяют в среде мусульман идеи тачвига и тачсима, они фактически основоположны, переняли эти идеи от Мукатир ибн Сулеймана, который перенял их от иудеев и христиан. Он подгонял отдельные аяты и хадисы под то, что брал у иудеев и христиан и утверждал эти идеи в своих трудах. Что же касается, как я уже сказал, Джахмитов, как сказал шейху ль-исламу, так иуде наступки, рахматуллаху алейхи, ас-сулу калима тит-та'ат-ил, инкару ль-халик. То есть основой слова Та'ат-ил, от которого образовано слово Му'ат-илла, опустошающее, это отрицание Творца. Такой группы, как сказал еще 700 лет назад Та'иуде наступки, рахматуллаху алейхи, что такой группы, как Джахмиты, нет, не существует. Да, могут наличиться среди тех, кто именует себя мусульманами, отдельные представители, которые разделяют эти взгляды. Если кто-то скажет, что, к примеру, рай исчезнет, или исчезнет адский огонь, или исчезнет рай и ад вместе, то это идеи Джахма ибн Сафана, то есть это идеи Джахмитов. И те, кто сегодня говорят о том, что адский огонь исчезнет, они фактически, получается, наполовину, на 50% разделяют взгляды Джахмита в этом вопросе. И в остальных вопросах точно так же обстоит дело. Те, кто говорили, что Коран сотворен, то они фактически переняли эти идеи от Джахма ибн Сафана и других. И вот эти появления, вот этих групп, разделение ввело и вводит в смятение людей. Появляются вот буквально вчера, вечером после ночного намаза, после саровиха, ко мне пришел один взрослый человек и начал задавать вопрос о душе. Я сказал ему о том, что Аллах в Кур'ане сказал, о том, что нам как бы дана лишь малая часть знаний о душе. Есть отдельные книги по этому поводу, Китабу Рух или Китаб Ахвали-Ал-Кубур, Хафиза ибн Раджаб Аль-Хамбали, последняя книга, в которой дается объяснение, приводятся аяты и хадисы касательно отдельных положений понятия Рух. Рух — это душа, его называют душой, когда душа покидает тело. До тех пор, пока душа находится в теле, его называют нафс. И в ходе объяснений, как бы разъяснений, выяснилось, что он говорит, нет, я не это имел в виду, я хотел понять, может ли быть такое, что вот душа покидает тело, что она может вселиться в другого человека. Я говорю, нет. Это явно акида куфрия. То есть из его разговора потом я понял, что кто-то рассылает отдельные сообщения, в которых идет вот это продвижение идеи реинкарнации. То есть когда душа якобы покидает тело, когда человек умирает, что якобы она вселяется в другого человека или еще какое-то живое существование, то, что называется «танасху аль-арвах», то есть реинкарнация, это явная акида куфрия. Вот с такими убеждениями люди, они не подпадают под эти 73 группы. Под 73 группы, как сказал посланник Аллаха, что моя община разделится на 73 группы, те, которые известны отклонениями в убеждениях, именно в убеждениях, не в вопросах внешней атрибутики, не в вопросах какой-то обрядовой части, а именно в убеждениях. И вот эти убеждения в основном, как указал Ибн-Наджим, слова которого я привел, «усулюль хаваситта», что основ страстей, то есть отклонений 6. И вот эти 6 основные, как бы вот эти большие группы, это группа кадаритов, джабаритов, то есть кадариты, отрицающие кадар, джабаритов, которые говорят, то есть кадариты говорят, что человек сам творец является творцом своих деяний, что нет кадара, нет предопределения. Джабариты же говорят наоборот, что у человека нет никакого права выбора. Рафидиты потом идут на третье место, потом хариджиты, потом мушабиха, то есть ташбих, уподобленцы, те, которые уподобляют творцотворению, и му'аттиля, о которых я сейчас вкратце рассказал. Мушабиха в основном берут начало от му'аттиля и б'ну Салимана, му'аттиля и б'ну Салимана, му'аттиля и б'ну Салимана. Таким образом, за кем же следует, надлежит, точнее, следует мусульманам? Кто же это Аль-Джама'а? Почему именно наши предки называли именно свои вот общины, будь то в сельских мечетях, или в городах, или в целом по регионам, джама'атами? Потому что сам посланник Аллах на это указал. И кто же имеется в виду под понятием Ас-Савадзил А'дам? Большинство. Это большинство ученых. Ученые, которые переняли знания от сахабов, таби'инов, и которые известны как ученые Аль-Судни Аль-Джама'а. Сегодня из числа, из более чем миллиардов тех, кто именует себя мусульманами и причисляет себя к исламу, мы знаем, что более 90%, ну, или как минимум 90%, это те, которые считают себя суннитами, то есть Аль-Сунна. И менее, или максимум 10%, или менее 10% это Рауа, Феда, это шииты. Теперь же, что касается из числа Аль-Сунна, тех, которые именуют суннитами, большинством являются имамы Аль-Сунна. И последователи имамов Аль-Сунна попытки некоторых сектантов утвердить, что вот якобы ссылаясь, допустим, на того же Муджасима и Бенюнгайяма или еще на кого-то сослаться, что нет, вот откуда и берут эти идеи сегодняшние тоже их шейхи, что утверждение о том, что вот их оппонентов из числа Аль-Сунна, Аль-Джама'а, Аш'алитов и Матурадитов, что их там более 90%, это недостоверно, даже если это достоверно, это не является мерилом, что истинно, то есть Джама'ат это тот человек, с которым истинно, даже если он один, да, такие слова принадлежат сахабам отдельно. Ибн Мас'уд сказал, Аль-Джама'а, ман-Ма'аху, л-хақу, л-ау-каан-ва-хидан, Джама'ат это тот человек, с которым истинно, даже если он один, да, если он один в среде неверующих, в среде, скажем, тех, кто не исповерит истинную религию, однако, в той среде, где распространен ислам, в понимании, скажем, наших праведных предшественников, имаму, которые оставили после себя вот это наследие, и мусульманы следуют в вопросах усуля и фуруа за этими имамами, у которых не было особых разногласий в вопросах усуля, разногласия, которые носят характер во второстепенных вопросах, они не шинят, то есть, это не имеется в виду в хадисе пророка, что моя умма разделится на 73 группы, это имеется в виду усуля, усуль, то есть, имеется в виду основах религии, а не в ответвлении в религии, в вопросах ответвления религии, фуруа, то есть, имеется в виду фикха, мы знаем, что есть правовые школы, это не является порицаемым, скажем, разногласием в каких-то или иных вопросах, порицаемым является имя разногласия усуля, основы религии, как было сказано вот в этих шести в больших группах. Как мы знаем, вот первое бидра, бидра Туль-Хаварич, которая появилась, бидра Хариджитов связанных с убеждением, потом бидра Кадаритов связанных с убеждением, бидра Аль-Джабрия фаталистов, потом и так далее, бидра Мужасима, бидра Мушабиха, бидра Му'аттила и так далее. Вот это появление бидра Туль-Му'атазила тоже, или там бидра Туль-Кардамия. Поэтому вот этих всех групп и вот этих всех их порочных убеждений мусульманину надо лежит избегать. За кем нужно следовать? За учеными, которые следуют за теми имамами и за их пониманием. То есть Коран и сунна в понимании этих имамов, не в понимании отдельно взятых личностей, каких-то аномальные явления, которые выходят из общего правила. И поэтому наши предки, даже в частности в Дагестане, они очень четко понимали вот эту, скажем, ситуацию. И смотрите, в целом, как в других регионах, скажем, в Средней Азии, где распространен ханафитский мазахаб, ученые следовали и следуют большинством именно за представителями учеными-имамами, которые последовали за имамом Абу-Ханифы. Вот сегодня, к примеру, в качестве примера возьмем Афганистан. Это, возможно, на сегодняшний день единственный, скажем так, регион, единственная страна, где действительно мусульмане правят согласно нормам шариата. К примеру, смотрите, кто там является с Саваджир Азамом? Там большинством являются кто? Это ахр-сунна из числа ханафитов. Они матрудиты в Акейде, они ханафиты в Фикхе и из числа ахр-сунна в Сулуке. То же самое было и здесь, вот здесь, именно в частности в Дагестане, в целом на Кавказе, где люди были, Акейде были из числа ахр-сунна в Раджама, которые были в вопросах фикха на шафийском мазхабе и тоже в Сулуке из числа ахр-тасауф. Если даже они не были из числа ахр-тасауф, то они следовали в рамках вот правовой школы одной шафийского мазхаба. И был вот такой заданный как бы курс на основе того исламского наследия, которое берет начало в тех первых столетиях, в которых жили вот эти имамы. Появление отдельных групп, отдельных сект, которые вышли из этого правила, и которые сегодня тоже их больше и больше становятся в силу того, что и знание в определенный период исторического, скажем, развития у нас в регионе, когда в связи с уничтожением большинства ученых упал резко уровень знаний, и в силу вот этого появления вакуума появились люди, которые сегодня продолжают развивать вот эту направленность вот этой сектантской сущности. В чем она заключается? В том, что находясь здесь, где есть мусульмане, есть ученые ахр-сунна в Раджама, есть общая, скажем так, тенденция в рамках одной правовой школы, которые задают, к примеру, вопросы отсюда куда-то, скажем так, за рубежом, да, там, где распространен, к примеру, другой мазхаб или нет мазхаба, появляются люди, которые отвечают на основе своих страстей, считая, что в этом заключается далиль, опираясь на отдельных личностей и потом пытаются это применить здесь. Получается что? Получается столкновение. Из-за того, что и те, которые задают вопрос невежественные, они не знают, как на самом обстоит дело, и те, которые им отвечают, тоже не понимают реалии того региона и, скажем, той правовой школы, которая распространена здесь. Вследствие этого получаются разногласия. Разногласия, о которых, как я уже в начале сказал, запретил Всевышний Аллах в Куране. Касаемый вопрос далиля, для того, чтобы следовать далилю, необходимо обращаться к знающим людям, как Аллах в Куране сказал, О том, чего не знаете, спрашивайте обладателей напоминания, знающих. Но обладающие напоминания, знающие, это не те, которые сегодня появились спустя тысячелетия или более тысячелетия, а те, которые жили раньше и те, которые оставили после себя тот фундамент и построили вот это здание, в котором проживают мусульмане. И вследствие, когда люди уходят от этой заданности, наши, скажем, прессы, о которых я говорил, они же понимали этот момент, поэтому они задавали вот в одной рамках одной правовой школы, посмотрите, к какой бы науке вы ни обратились, хотите изучать Коран, Тафсир, к примеру, ученые этого мазхаба, у каждого мазхаба находятся ученые, которые писали Тафсир, хотите изучать хадисы пророка, каждому из сборников, на сборниках хадисов, хотите изучать фикха, каждой правовой школы из книги по фикху, их комментарии, субкомментарии и так далее, хотите изучать язык, каждую из этих правовых школ вы найдете ученых, последователей именно этой традиции, которые писали книги и по языку, и по пониманию фикху-люга, и по грамматике арабского языка, и в других науках, то есть, а если вы обратитесь к тем, которые сегодня считают, что они наистине, вот большинство, якобы мы не должны следовать большинству, якобы потому, что какой-то фу-лян или аль-лян сказал, что вот нужно следовать долилю, долилю в их понимании, не в понимании ученых имамов, когда они говорят долилю, нужно следовать, это правильные слова, но они ведут в тупик, в том смысле, что они не следуют долилю в понимании правильных предшественников имаму и саляфу, а в их понимании, то есть, в их понимании, получается, оно и есть как бы показатель мирила, вот это является ошибочным, поэтому, если вы обратитесь, к примеру, к их наследию, которые говорят, бьют себя в грудь, говорят, что нужно следовать Коран и Сунны, задайте им простой вопрос, вот все те имена, которые вы называете, это общеизвестные имена, которые жили ранее, скажем, несколько столетий назад, чуть позже, покажите нам хотя бы, вот вы же говорите Корану и Сунны следовать, покажите хотя бы один шарх на один сборник, хадису пророка, который составили бы те ученые, на которых вы ссылаетесь, нет ни одного, почему? Ведь они же говорят о том, что мы следуем Коран и Сунны. Так почему на протяжении целого тысячелетия Аллах не даровал им тавфика, то есть, не оказал ни содействия, ни даровал успеха в сохранении Сунны посланника Аллаха, и написании комментарий или субкомментарий к Сунне посланникал, то есть, к Сунан, или, то есть, к Муснадам, или Сахихам, обоим Сахихам, то есть, сборником хадисов, которых более десяти, полутора десятка. Почему? Почему именно эта Сунна дошла до нас и сохранилась именно через тех, кого вы считаете, там, заблудчими или сектантами? Все получается наоборот. Удивительно, не правда ли? Почему книга Аллаха, субханава та'аля, книга Аллаха, без цена дела муттасль, то есть, по непрерывной цепочке, то есть, книга Аллаха, которую Аллах сохранил, от искажений, дошла до нас только через тех, кого они считают якобы заблудчими. Вот через тех же ашаритев и матередитов, из числа людей аглиттасавуф. Почему? У них нет даже в изучении книги Аллаха, приобретения знаний от поколения к поликолению, то есть, вот этой отсутствии, у них отсутствует полностью научная преемственность, у них нет этой цепочки передатчиков даже в получении знаний по книге Аллаха, Неужели кто-то хочет сказать, что Аллах, субханава та'аля, сохранил свою книгу через заблудчих людей? Чтобы Аллах, субханава та'аля, сохранил сунну своего любимца, посланника Аллаха, субханава та'аля, через еретиков, а даровал понимание людям, которые ни Коран не смогли до нас под непрерывной цепочкой через своих вот этих Аль-Бар-Бахари, или Ибн-Батта, Аль-Уквори, или Ибн-Укайм, и прочие вот эти люди, и другие дашты, и еще кто-то. До сегодняшних дней, через них ничего не дошло до нас, религия не дошла до нас. Ни один из них не написал ни один тафсир, ни один из них не написал толкование Корану, ни один из них не смог написать ни один шарх, ни на один сборник хадисов пророка. Когда им это говоришь, тот же начинает называть имена современных каких-то там деятелей, вот такой-то там, написал же что-то. Я говорю, во-первых, ни один современный не может написать ничего, кроме того, что опираясь на то, что было ранее. Они могут что-то там ревизировать и какие-то свои вот эти, вставлять туда свои пять копеек и пытаться умничать, да, говоря по-простому, для того, чтобы было понятно, чтобы вставить свои пять копеек и сказать, вот в этом идут целые десятки там томов, и тут находится какой-то человек, который вставляет вот эти свои пять копеек. Вот здесь он говорит, считай, что он ошибся. Они ревизируют и не пишут шархи. Второе. Посланник Аллаха сказал о том, что знаний, шариатских знаний с каждым поколением от пророка и до судного часа, до наступления Яума-Кияма, будет только уменьшаться. Я задаю им вопрос, ребята, а как так получается, что у вас сегодня появились знающие о том, чего не знали ранее? То есть знания, согласно хадису пророка, становится только меньше и меньше. А у них появляются люди, которые знают все больше и больше. Разве это не нонсенс? Это же явно противоречит словам посланника Аллаха. Поэтому сегодня никто ничего нового выдумать не может. Выдумать они какие-то фантазии свои могут сказать, что и приводит к этим отклонениям и расколу среди мусульман. Но ничего нового выдать в религии Аллаха они не могут. Они могут либо взять что-то оттуда, что-то отсюда, потом что-то оттуда из разных мазхабов, потом на основе собственных предположений, собственных умозаключений, потом на том, как они посчитали, сказать, вот это мнение является более преобладающим, вот это исследование Далилю, следование его понимания, понимание какого-то отдельноизоляционного человека. Потом появляется другой их шейх, который говорит, что нет, следование это недостоверно. Я могу вам примеры привести. К примеру, появляется Албания, который говорит, что вот пальцем нужно шевелять в намазы. К примеру, это вопрос фуруя, это не усуля. То есть это как бы частный вопрос. И все, масса начинает сказать, вот это и сонное шевеление пальцев в намазы. Хотя ученые давно разобрали все эти хадисы и сказали, что это из порядка десяти риваятов, отдельных версий, в одном где-то что-то встречается, а зияда дополнительная какая-то фраза, которая считается шааззун, то есть отдельно, то есть как бы шааззун аномальным явлением. Теперь что получается? Появляется сейчас после Албании, вот недавно, по-моему, в прошлом году умер, то есть ученый, мухаддис, который написал более, по-моему, сорока, если не сорок пять тому, на шарх, на сахих, имама мусульма, Аль-Асьюби, который говорит, нет, это не достоверно, этого делать нельзя, это не узаконено в шариате, а что не нужно? Ушевелить пальцем. Так посмотрите, вы проходите двух-трех десятилетий, как положение меняется от ситуации к ситуации. Что делать вот этим массе этой, скажем, неграмотной массе, вот авам, простолюдинам, который прочитал те или иные брошюрки, сначала последовали за одним человеком в его, скажем, ичтихаде, в его понимании. Потом раз появился другой, сказал, нет, это противоречие сунны, нужно делать вот так. Это один лишь частный маленький вопрос, которым каждый день в намазе сталкиваемся, и таких вопросов сотни и тысячи. Что же говорит об Уссуле, если даже в этих вопросах мусульмане умудряются друг с другом устраивать целые баталии, враждовать за то, что якобы какой-то ученый сказал, а потом другой ученый, которого они также относят к себе, хотя Аль-Ассиуби, он и в основах, и в ответвлениях, он был ханафитом. Ну, так или иначе, они относят его к себе, ладно. Так или иначе, факт того, что он, здесь записи, указывает на то, что это не дозволено, это не противоречит шариату, и нужно не шевелить пальцем, к примеру, в намазе. Простой пример. Таких примеров можно привести десятки, сотни и тысячи. Поэтому, чтобы не было вот этого, скажем, хаоса, чтобы не было вот этой анархии, ученые ранее тоже в рамках одной правовой школы вот так задавали вот такой целый, скажем, вот этот тренд, и книги, которые писались, переписывались, изучались, они носили вот такой цельный характер. Знания получались системные и следовали за учеными-имамами. Вот это следование ученым-имамам, которые переняли знания от таби'инов и сахабов, которые, в свою очередь, переняли знания от посланника Аллаха, и которые оставили нам это наследие. Вот следование вот за этими учеными, вот большинство мусульман, которые следуют за большинством ученых, а большинство ученых именно те, которые были в рамках вот одной всех этих четырех правовых школ. Это и есть то, что следование большинству, это и есть следование тому, что сказал посланник Аллаха, это и есть следование джамаату, потому что джамаат всегда будет един, когда есть вот такая единая программа, Есть вот единая научная платформа, которая задана учеными и которые следуют менее знающим и которые показывают незнающим прямой путь. Это и есть сохранение сунны посланника Аллаха. Это и есть правильный метод, это и есть правильный манхадж. Остальные попытки где-то, когда появляются современные деятели, создают какую-то партию и он там каким-то своими путем философских рассуждений приходит к тому, чтобы начинать рассуждать о вопросе Кадара, куда он вообще не должен влезать, не обращая внимания на ранних ученых, как это сделал, допустим, тот же Таииддун Аннабхани, основоположник вот этой секции Хизбу Тахрилов. Это в конечном итоге привело к тому, что вопрос Кадара у них оказался размытым настолько, что они сегодня являются неум-тазилитами и неум-кадаритами. Понимаете, что происходит? Вот от этого разделения предостерегал посланник Аллаха и говорил о том, что умы, которые разделятся на 73 группы, окажутся в огне по причине отклонения вот в этих основах религии. Если, конечно, эти основы религии не доходят до такой степени, что они могут вывести из ислама. То есть для того, чтобы вывести из ислама, это должны быть такие явные, категорично известные вещи. То, что мы, очевидно, известные в религии вещи. К примеру, отрицание Кадара относится к категорично известным вещам. Это один из шести столпов имана. Отрицание имана, оно лечет за собой неверие. Поэтому нужно от всего этого остерегаться. Таких сект, те же самые рафидиты или те же самые джабрия, которые говорят, что у человека нет права выбора, то есть фаталисты, или те же самые идеи хариджитов, которые, кстати, по всему нашему день распространены. И каждая из этих групп, как сказал Всевышний Аллах Кур'ана, И каждая группа радуется тому, что у них есть. Не обольщайтесь тем, что они радуются, говорят о том, что они неистинны. Все говорят о Коране и Сунне, все говорят о том, что они неистинны. Но на самом деле, чтобы дать оценку мерилам в первую очередь, посмотрите, подытоживая, общие, из числа более чем миллиарда тех, которые относят себя к исламу, называйте себя мусульманами, кого большинство? Ахрисунна, то есть суннитов и шиитов, рафидитов, естественно суннитов. Это первое. Далее, среди суннитов, какие основные направления, которые проверены тысячелетним опытом, которые дали миру тысячи и тысячи ученых, труды ученых, толкованные Корану, шархина, збордика хадисов, разъясненные вопросы фикха. Это проработанные форумы, как я неоднократно говорил, дошедшие до нас, вот эти четыре правовые школы, то есть четыре мазхаба, в которых заключен фикх сахабов, сахабов и табиинов. В дальнейшем те, которые следуют вот этой программе, вот этой, скажем, идейной платформе и научному вот этому наследию, они и есть те, которые находятся на истинном пути. И, как уже признают некоторые предводители нынешних, скажем, отдельных групп, они даже говорят, пора, пора вернуться к Корану и Сунну в понимании вот этих четырех правовых школ, то есть четырех мазхабов. Это сегодня даже живые, отдельные, скажем, в кавычках гиганты, отдельных, скажем, направлений, они даже к этому, они это даже признают. Если же этого нет, попытка в каких-то вопросах что-то ревизировать, что-то взять оттуда или отсюда и попытка сказать, вот мы следуем Далилю, это не более, чем обман, это не более, чем пускание пыли в глаза людей, это не более, чем попытка заявить о том, что якобы кто-то что-то понял, чего раньше не поняли. Не нужно, товарищи, изобретать велосипед. Велосипед давно изобретен, давно все по полочкам разложено. До вас тысячи, десятки тысяч тех, которые были не просто умнее вас, умнее намного и знающие, чем ваши самые знающие ученые или шейхи, они давно эти вопросы разобрали по полочкам, заложили основу и указали, чему необходимо нам следовать. Баракаллаху фейкум, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.